Спускают расследование на тормозах. С таким обвинением российский МИД выступил в адрес немецких властей по делу о взрыве на газопроводе «Северный поток-2». По словам представителя МИД Олега Тяпкина, Москва направила Берлину претензию о невыполнении Германии международных антитеррористических обязательств. Немецкие власти обвинения в свой адрес отрицают. «Само собой, разумеется, что мы это отвергаем. Мы ведём диалог с российскими властями, и я думаю, что этим можно и ограничиться. Расследования ещё продолжаются, и в связи с этим невозможно предоставить информацию об их результатах. И, кстати, я хотел бы отметить, что за расследование отвечает федеральный генеральный прокурор, и он предпримет необходимые шаги». О том, что к подрыву трубопроводов причастны лица, прибывшие из Украины, по итогам своего расследования сообщили на минувшей неделе немецкие журналисты. Однако этот факт официальное следствие пока не подтвердило, поясняют эксперты. «То, что немцам не удалось связаться с украинским гражданином, проживавшим в Польше, водолазом, который выехал в Украину, это явный признак того, что Германия не настроена на получение какого-либо явного результата расследования серьёзно. Что также могло произойти, это то, что немцы хотели получить этого украинского водолаза, но польские власти отказались подчиниться, отказались сотрудничать. Это тоже было бы не очень удивительно, потому что Польша, конечно, не заинтересована в том, чтобы обвинять Украину или наблюдать, как Украину обвиняют в терактах». Ранее в своём журналистском расследовании издание Wall Street Journal сообщило о причастности ко взрывам на северном потоке украинского руководства. Эксперты подчёркивают, что даже если факт атаки со стороны Украины подтвердится, она может быть расценена как право на самозащиту. «Многие на Западе говорят, если Украина отрицает, мы должны верить им, что они не причастны. А другие даже говорят следующее. Даже если этот террористический акт совершила Украина, это допустимо в условиях войны, в которой страна находится уже два с половиной года». Пока немецкие власти продолжают расследование, компания Nord Stream AG взыскивает убытки от взрывов со страховой организацией в судебном порядке. Свой ущерб она оценивает в 1,3 миллиарда долларов. Нефтегазовый эксперт Сергей Вакуленко в интервью Deutsche Welle рассказал, что даже после двух лет нахождения на дне моря разрушенный трубопровод возможно восстановить. Таким образом, если они выдвигают иск на 1 миллиард, из этого в общем следует, что ремонтировать его можно. Прецеденты ремонта подводных трубопроводов были. Был порыв трубопровода в Южно-Китайском море на даже большей глубине, и его в общем ремонтировали. Хотя, конечно, лежать этим трубом с их внутренностью в присутствии морской воды, ее паров, солей, ну, не полезно, но и не смертельно. Российская сторона настаивает на получении материалов расследования событий на газопроводе с момента подрыва. На сегодняшний день расследования прекращены в Швеции и Дании, но продолжаются в Германии и Нидерландах.